Здравствуйте! Начинаем девятую лекцию по христианской этике. Тема лекции «Белая ложь». На протяжении повседневной жизни мы произносим невинную на первый взгляд ложь. К примеру «Я в порядке», «Я не болен», «Чувствую себя нормально» или «Спасибо, я сыт», хотя это не так. Часто мамы обманывают детей, чтобы успокоить их. Когда ребёнок болен, мать, пытаясь вылечить дитя, хитрит, что лекарства вкусные. Иногда люди говорят, что забыли свой бумажник, выпрашивая себе бесплатный проезд в транспорте. Понимают они это или нет, но они обманывают. Многие ли из нас чувствуют вину или моральное бремя, когда обманывают в лёгкой форме? В нашей жизни это стало обыденным явлением. Люди испытывают угрызение совести, когда лгут для личной выгоды, но когда ложь помогает другому человеку, они редко испытывают чувство дискомфорта и вины. Продолжение следует... Продолжение следует... По данным опроса, проведённого Нью-Йорк Таймс в США, большинство взрослых американцев считают ложь допустимой и местами даже необходимой, например, для защиты своих ближних. Продолжение следует... Должны ли христиане рассматривать лёгкий обман как помощь другим? Во-первых, посмотрим, что о лжи говорит десятая заповедь. А она гласит... Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Так как несерьёзный, на первый взгляд, обман неправда, некоторые христиане считают, что такой поступок идёт вразрез с Божьей волей. Девятая заповедь в книге «Исход», глава 20, стих 16, говорит не лгать ближнему. Послание к Ефесинам 4, 25, говорится о том же самом, как и в Псалме 5, 7. На основе этих библейских посланий некоторые люди утверждают, что христиане не должны говорить белую ложь. Но это поверхностное понимание девятой заповеди. Безусловно, мы, как христиане, должны стараться всегда говорить правду. Истинный Бог хочет, чтобы его дети тоже были правдивы. Господь очень недоволен христианами, которые лгут. Ложь приводит его в ярость. Деяние, пятая глава, рассказывает нам историю о супружеской паре Анании и Исапфире, которые продали своё поле и решили отдать все деньги церкви. Пара принесла лишь часть от вырученного. Также слуга Елисея, Геезий, получив дары с помощью лжи, был поражён проказой. Откровение, двадцать первая глава, стих 8 и 24. Вторая глава, стих 15, подчёркивает, что лжецы будут гореть в адском огне. Как верующие, мы должны сделать всё возможное, чтобы говорить правду при любых обстоятельствах. Нам необходимо перестать нарушать девятую заповедь даже лёгким обманом, а также осознать моральные последствия такой лжи. Если правда подвергает чужую жизнь опасности, должны ли мы рассказать её? Всякий раз обсуждая этот вопрос, я привожу следующий пример. Это реальная история времён Второй мировой войны. Во время войны немецкие войска, занявшие Нидерланды, искали евреев, чтобы убить их. Немецкий солдат подошёл к дому, вызвавшему у него подозрения, и постучал в дверь. Он спросил, укрываете ли вы в доме евреев? Должен ли был домовладелец сказать правду? Владелец твёрдо сказал нет. Было ли это нет, защитившее еврейскую семью нарушением девятой заповеди? С религиозной и этической точки зрения мы не можем сказать, что это нарушение. Девятая заповедь велит нам говорить правду. Однако мы не можем сказать, что она запрещает лгать нам в каждом отдельном случае. Девятая заповедь говорит нам не обманывать с намерением причинить вред ближнему. Когда человек ответил немецкому солдату и спас жизнь, это не являлось нарушением Божьего слова, даже если и было обманом. В этом случае, обманув солдата, человек исполнил шестую заповедь, которая гласит «Не убей». Нельзя при этом сказать, что обман в нашем примере идёт вразрез с основным посланием с самим сердцем девятой заповеди. Это похоже на непослушание родителям ради следования за Иисусом. В Библии приводятся примеры, похожие на этот. Это повитухи в Египте, а также блудница Рааф. Библия не наказывает ложь во спасении человеческой жизни. Когда египетский царь приказал убить всех мальчиков, повитухи ослушались его приказа и спасли детей. Библия не наказывает Библия не наказывает Библия не наказывает Библия не наказывает блудница Рааф солгала, чтобы спасти израильских соглядатаев от хананейских солдат. Библия не наказывает но поощряет ее. Исход первая глава стихи 20-21 говорят, что действия повитух являлись доказательством их страха перед Господом. И результатом этих действий стало благословение самих повитух. В послании к евреям 11.31 сказано, что Рааф спасла шпионов и это было испытанием ее веры. послание Иакова 2.25 оправдывает действия Рааф, отпустивший соглядатаев другим путем. Приведенные выше примеры являются ложью во имя защиты жизни ближнего. Этически это можно назвать обман как одолжение или необходимая ложь, но оба означают обман во имя спасения ближнего. С точки зрения этики это сомнительная ложь, но с позиции Божьей заповеди это не является грехом. Причина сказанной лжи спасение жизни. Таким образом, не все виды неправды являются моральным злом. Библия не считает проступком обман в военное время. Это отличается от действия Авраама, который, защищая свою жизнь, ложно представил свою жену сестрой. Он поступил действительно неправильно. Согласно христианской этике ложь Раав и египетских повитух оправдана. Существует обман умирающих пациентов. Ложь таким людям мотивируется любовью, и ее трудно морально судить. К примеру, может ли врач сказать умирающему пациенту, что у него нет никаких шансов на выздоровление? Об этом нужно думать. Большинство врачей говорят семьям пациентов правду. Обычно доктора перекладывают ответственность на семью, чтобы та сообщила пациенту о его состоянии сама. А что для семьи лучше? Солгать умирающему или рассказать ему все, как есть, выполнив свой долг? В действительности в этой ситуации многие предпочитают не говорить правду. Если сказать честно, то пациент может получить шок, что значительно ухудшит его здоровье. Когда человек умирает от рака, и его предупреждают о времени, оставшемся для жизни, он может впасть в глубокую депрессию и укоротить свой срок жизни. Говорить правду в таких ситуациях это как использовать против человека разрушительное оружие. тогда как преподнести такую правду? А морально ли скрывать от человека этот факт? Факт его близкой смерти? С другой стороны, не проинформировав пациента о настоящем состоянии его здоровья, мы можем навредить ему. Введя его в заблуждение, мы тем самым можем лишить человека права узнать о его истинном положении дел. в этом случае больной не будет иметь возможности подготовиться к своей смерти. ведь у него есть право выиграть себе время, чтобы организовать дела своей жизни и семьи после своего ухода, пока он еще жив. Кроме того, пациент может захотеть переосмыслить оставшееся ему время, но, не зная правды, он встретит смерть неподготовленным. в такой ситуации больной чувствует, что к нему относятся не как к взрослому человеку, но как к ребенку. а это, в свою очередь, заставляет его пассивно ожидать надвигающуюся смерть. Как мы должны понимать ложь по отношению к умирающему больному? Во-первых, такой вид обмана не может предотвратить смертельный исход и спасти жизнь этого человека. ложь, которую мы видим здесь, не спасает жизнь пациента. Решение не говорить больному о приближающейся смерти нужно для того, чтобы придать ему стимул к жизни или предотвратить ухудшение состояния больного. Трудно считать эту ложь обязательной для спасения жизни. я считаю, что лучше в данной ситуации сказать правду, а не лгать. но если человек знает, что правда навредит больному, лучшим решением будет не говорить ему правду. с технической точки зрения молчание или сокрытие правды от пациента нельзя рассматривать как ложь. тем не менее, проинформировав человека о его настоящем состоянии, вы дадите ему время разобраться со своей жизнью перед господом. В наше время при больницах действуют духовные миссии. Умирающие в таких больницах проводят свои последние дни в спокойствии и размышлении. Многие говорят о положительных результатах деятельности таких духовенств. Также существуют хосписы. Люди, служащие в хосписах получают благословение через свое служение. Эти люди имеют возможность помочь другим пересмотреть свою жизнь и доверить ее Божьей благодати и прожить полноценные моменты оставшегося им времени на земле. Ложь, сказанная больному из побуждения любви, имеет временную ценность, но в конечном итоге все же является злом. у христиан есть надежда на небеса. они должны знать о своем состоянии, чтобы подготовить остаток своей жизни для Бога. здоровья. Именно поэтому мы должны давать особенно верующему человеку правдивую информацию о его здоровье. Но в действительности не всегда так происходит. Многие пациенты, услышав ложь, что они скоро выздоровеют, вдруг внезапно умирают. Бог требует, чтобы мы поступали честно при любых обстоятельствах. и воздерживались от лжи, которая может навредить ближнему. люди люди часто обманывают ради маленькой выгоды. человеку 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 свойственно лгать при попытке быстро исполнить свои обязанности. И должны знать, что сказанная ложь вернется к нам с избытком. Иаков солгавши своему отцу и брату позже стал жертвой обмана других. святой дух это дух мудрости. нам нужно молиться, чтобы все время говорить правду и иметь мудрость сказать нужные слова для защиты своих близких. Верующие это дети правдивого Бога. Иоанна восьмая голова стих сорок четыре здесь написано Он был человека убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи. Эти слова сказаны о дьяволе. Иисус верный и истинный Господь. Откровение 19-11 а также Иоанна 14-6 Мы верующие должны быть правдивыми в этом мире лжи и показывать славу. ВОСТОЛ это